Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна и вы на канале школы астрологии Ашвини. Сегодня мы с вами будем продолжать тему Кету и соединений планет с этой загадочной точкой в гороскопе. Как вы знаете, Кету не имеет тела и вообще в целом Кету это планета без головы. Это отрубленное тело демона или южный лунный узел, по-разному его называют, кто Кету, кто лунный узел. И прежде чем разобраться с тем, какие плоды дает соединение Кету с Сатурном, нужно в принципе порассуждать о том, что такое Кету и что такое Сатурн. Кету это у нас тело без головы, Сатурн это у нас тело с хромой ногой, поэтому у вас могут быть хромая нога и отсутствие головы. Это была шутка, конечно. Но на самом деле Кету и Сатурн оба имеют отношение к каким-то физическим недугам, поэтому первое и ну для меня на данный момент главная характеристика данного соединения, потому что я готовлюсь к курсу медицинской астрологии, у меня немножко сейчас сознание повернуто в одну тему. Так вот для меня это соединение всегда становится символом того, что необходимо искать какие-то заболевания неврологические, либо заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, потому что Сатурн это все, что касается костей, суставов, связок. И когда он испытывает влияние Кету, могут быть какие-то зажимы нервов, например, в позвоночнике или в каком-то суставе, а также могут быть общие неврологические болезни, ну дай бог, чтобы у вас в гороскопе их не было. Конечно, не всегда это соединение дает какие-то серьезные болячки, но в принципе, если у вас идет период Сатурна или период Кету, который находится вот в этом соединении, некоторое внимание к здоровью точно не повредит, потому что могут быть болезни, которые достаточно сложно диагностировать правильно, то есть человек должен долго искать лечение к этой болезни, не сразу получается ее обнаружить. И эта болезнь может быть связана с нервами или защемлением этих нервов, а также, ну конечно, с остальным опорно-двигательным аппаратом человека. Далее, так как и Кету, и Сатурн являются вредителями, то, конечно же, попадание этих двух планет в определенный дом дает трудности по каракам этого дома, по определениям этого дома. Если они попали в пятый дом, могут быть трудности с детьми, если в седьмой, может быть трудность в том, чтобы найти себе партнера и долго остаться с ним рядом и так далее и тому подобное. В целом, Кету с Сатурном указывают ту сферу, где вы будете дисциплинированы, чем-то ограничены, потому что Сатурн дает ограничения и замедление. И в этой сфере могут проявляться какие-то отсоединения, какое-то исчезновение. Например, муж может уехать в другой город, и вы периодически можете жить на два города раздельно с ним. Или это могут быть разлуки с какими-то близкими людьми. Ну, в общем, куда это с Сатурн плюс Кету попадет, там мы ждем следующих результатов. Это замедление, это отсоединение и какие-то отсрочки, какие-то трудности, дисциплина, которые необходимы для того, чтобы держать эту сферу жизни под каким-то контролем. Кстати, про контроль. Кету плюс Сатурн дает большой контроль в ту сферу жизни, где они стоят, и человек склонен к гиперконтролю. Здесь астролог может посоветовать клиенту, например, немножко отпустить события в той или иной сфере, несмотря где стоит этот Сатурн и Кету, и кем управляет этот Сатурн, то есть какими домами он управляет. И человек может немножко отпустить контроль, чуть-чуть, скажем так, ослабить хватку, и результаты будут лучше, по крайней мере они будут менее травматичными, чем если держаться за это, как говорит наш президент, синими пальцами держаться за президентское кресло. Также это соединение настолько склоняет человека контролировать и изучать какие-то проблемные свои сферы жизни, что у него даже может начаться паранойя, ему будет казаться, что эта сфера жизни, она самое главное, она может занять все другие сферы, поэтому, конечно, здесь надо аккуратненько с контролем. Зато соединение Кету с Сатурном дает большой потенциал для духовной жизни, потому что человек такой будет с одной стороны интуитивно познавать какие-то традиции, какие-то старые и древние взгляды на мир, он будет их проверять. Скорее всего, этот человек будет отталкиваться от этих традиций, то есть он увидит, что это окей, это не работает, я не хочу, и будет искать какие-то свои новые опоры и скрепы для своей жизни. Также Кету плюс Сатурн делают человека очень сосредоточенным и серьезным в выполнении каких-то духовных своих обетов и обязанностей. Этот человек может очень долго упорно молиться, или у него будет совершенно мощная интуиция, которая будет касаться вопросов работы, карьеры, труда или каких-то несчастья, потому что Кету интуиция, а Сатурн это какие-то тяжелые в жизни ситуации, поэтому человек может предчувствовать какие-то негативные события и их избегать. Также Сатурн это показатель карьеры в естественном гороскопе, то есть в гороскопе великого космического человека Сатурн управляет 10-11 домами и говорит о деятельности человека, а также о наградах за эту деятельность. Поэтому награды за эту деятельность могут исчезать, спасибо Кету, либо быть скрытыми, доходы могут быть скрытыми, результаты могут быть неочевидными. Человек может быть популярен или знаменит в совершенно узкой среде, только каких-то суперпрофессионалов, которые ну вот очень ценят там круг в 5-10 человек. То есть это результаты и наши достижения, которые могут быть ну скажем непопулярными, не очень распространенными и так далее. То есть Кету в любом случае будет как-то сокращать, скрывать, уводить в подполье человека. Так как Сатурн показатель карьеры, то карьера может быть по Кету. Это медицина, исследования. Также Кету связан с астрологией, поэтому это может быть профессия астролога. И конечно же Кету связан с механическими работами, с точными науками, поэтому человек в своей карьере будет склонен именно развиваться как технарь. Места отдыха, которые символизируют Кету, и места уединения, то состояние, которое у человека есть во время того, как он остается один наедине со своими мыслями, может быть очень некомфортным. Либо это место, это состояние может быть связано с большими ограничениями, с изоляцией, с соблюдением очень строгих норм, правил и так далее. Конечно же Кету плюс Сатурн это такое сложное сочетание, особенно если оно попадает в восьмой дом, в двенадцатый дом, в шестой. В остальных оно больше вредит отношением с людьми, которые символизируются домами, которые мы перечислили. Если они в шестом, восьмом, двенадцатом, они более вредят здоровью человека. Вот такой был коротенький анализ, я надеюсь, что он вам пригодится. Безусловно, я желаю вам удачи в изучении астрологии и в том, чтобы делать прогнозы. Если вы еще не гуру в этом, обязательно смотрите мои видео, там очень много на канале видео про прогнозы и как их делать. С вами была Татьяна Калинина, подпишитесь на этот канал и всем пока-пока.